итак дорогие друзья все всем привет всем привет продолжаем изучать мишли я в израиле опять вернулся в иерусалим успел съездить вернуться все всем моадим ли симха мадима симка это времена для радости сейчас времена для радости и михаил музыковский привет сейчас собираемся все на занятия и продолжаем изучать мишли речи царя соломона потому что самая большая радость это тора изучение торы и самая большая радость так и у нас 16 глава 16 отрывок как раз очень интересное совпадение такого 16 глава 16 отрывок значит мы остановились что 15 был отрывок у нас о чем что когда светит лицо царя то есть когда бог тебе благоволит до имеется ввиду это царь когда бог тебе благоволит то что то все значит это жизнь это жизнь а когда ты попадаешь с ним в его рацион то есть он твои пути желанны богу да это что ты делаешь жила на богу тогда что тогда это как как дождь долгожданный дождь такой да то есть питает землю гашмит и все гашмит это материальное здоровье вся расцветает материальность расцветает все отлично теперь 16 отрывок 16 отрывок он вообще прямо нам открывает понимание понимание как как все это получить даты что является ключевым фактором ключевым фактором в получении приятной жизни я всегда людям желаю чтобы было было успех в духовном и материальном развитии да то есть в принципе у чеку что нужно что было в материальном плане все хорошо и развивалась потому что если она хорошо и не развивается то чек не чувствует что это хорошо да то есть нужно обязательно чтобы было хотя бы небольшое такое увеличение это материальное развитие и духовное развитие то же самое чтобы было развитие духовная чек развивался постигал вот это отлично пожелание до чтобы было духовное материальное развитие и вот у меня вчера как раз очень было интересно и такое как озарение можно даст так сказать что очень важно в жизни равновесие то что называется изум на иврите изум равновесия чтобы все было уравновешено да то есть потому что если нарушается баланс то то тогда даже самые хорошие вещи, например, если человек начинает питаться только вареньем, и варенье не сбалансировано другими видами пищи, то это варенье, оно, конечно, ему скоро надоест и перестанет ему доставлять радость. Так вот, значит, здесь нам сейчас дается в 16-м отрывке ключ, просто ключик, золотой ключик, к тому, как все это в жизни получить. Значит, сказал нам царь Соломон, Он говорит, приобрети хохму, приобрети божественное знание, то есть хохма это божественное знание, аксиомы, и он говорит, приобрети вот это вот божественное знание, и это намного лучше, чем хоруц, чем отборное золото. Сейчас давайте я это переведу и объясню. Значит, приобрети хохму, божественное знание, и это лучше, чем отборное золото. Укнот бина, а те, кто приобретают бину, бина это логика и сообразительность, понимание вещи из вещи. Не в харме кэссов, это лучше, чем серебро. Значит, что здесь нам объясняется? Нам объяснено, что есть, ну есть, для них это было очень понятная вещь, что есть у человека золото, есть серебро. Золото надо спрятать, то есть золото, оно хранилось в сокровищницах, золотая монета, за золотую монету там всю жизнь люди работали. То есть, если были у кого-то золотые монеты, их закапывали, хранили их в сокровищницах, не вытаскивали. Значит, серебро, серебряные монеты, это было то, на что ты все покупаешь, приобретаешь, там еду, обмен, работу нанял. То есть, серебряные монеты, это были разменные монеты такие. Теперь хохма, божественное знание, это аксиомы, которые Бог дал через пророки, то есть, через пророков. Когда человек принимает решение в жизни, у него должны быть какие-то аксиомы, то есть, аксиомы, что для меня важно, как правильно, что можно делать, что нельзя делать, какие есть правила. И вот у каждого человека есть какой-то набор этих аксиом, на базе которых он принимает решение. Да? Теперь, если это аксиомы, это божественное знание, то есть, это знание от Бога, создателя мира, что такое хорошо, что такое плохо, и ты это знание приобрел, и оно у тебя спрятано внутри, в твоем подсознании, тогда это намного лучше, чем отборное золото, потому что отборное золото, оно тебе может принести пользу только в этом мире. И в большинстве случаев все эти клады так в земле и остаются. Вот эти пираты, они грабят, 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 бах, сокровища спрятали, потом все, остров сокровищ, кто-то их ищет другой. То есть, вот эти вот клады, которые человек всю жизнь копит, он ими, скорее всего, не воспользуется никогда, потому что до сих пор находят все эти, там, послали этих контистадоры, вывезли все золото из эти инки, там, всякие ацтети, и всех поубивали, золото загрузили, поплыли, потеряли. То есть, все вот это вот отборное золото, оно только причина для того, для войн, для каких-то и так далее. Хохма, божественное знание, если ты его приобрел, то оно тебе в этом мире дает правильные выборы. А если у тебя есть правильные выборы, Бог всегда с тобой. И хохма, вот это божественное знание, оно тебя поднимает потом на следующий уровень игры в духовный мир. То есть, если ты приобрел вот это вот божественное знание, это намного лучше, чем ты приобрел отборное золото. Оно всегда с тобой, и оно тебя ведет. Это первое начало. Теперь, почему бина сообразительность лучше, чем серебро? Значит, сообразительность лучше, чем серебро, потому что, когда у человека есть серебро, то он, значит, ну, есть у него серебро. Есть известная история, как один такой крестьянин пришел к бантиру и говорит ему, слушай, говорит, займи мне деньги, серебряную монету, рубль мне нужен. Тот ему говорит, смотри, как я тебе, я тебе, конечно, займу эту монету, да, но ты знаешь же, у меня правило, что ты должен будешь две отдать, потому что если я тебе сейчас отдам, я же не смогу ей пользоваться, значит, ты мне должен за это время, что я тебе дал пользоваться своими деньгами, заплатить. Отдашь две? Тот говорит, ну да, в принципе, мне сейчас этот рубль нужен, но отдам тебе два, хорошо. Тот ему говорит, смотри, говорит, ну вот пойми, я же за тобой бегать не буду, вдруг ты уедешь куда-то, вдруг потеряешь, вдруг у тебя же это не получится, твой бизнес, на который ты занимаешь. Оставь мне залог какой-то, чтобы я, если ты вдруг не придешь, чтобы я мог его продать и купить, ну я купить свои эти два рубля. Тот говорит, ну хорошо, вот я оставляю в залог свой топор, значит, оставляю ему топор в залог. Тот ему говорит, смотри, говорит, ну я тебе вот чисто сейчас дам совет хороший, тебе же потом два рубля тяжело будет отдать, все-таки сразу такая сумма. Давай ты мне руб сейчас отдашь, а руб потом отдашь. Тот говорит, да, логично, все, отдает ему обратно рубль. Он говорит, ну классно, все, сделку сделали. Тот выходит и говорит, вот, говорит, интересно, говорит. Ни рубля, ни топора, рубль должен, и все правильно. Так вот, это как бы такая смешная история о том, что логика, сообразительность, она важнее, чем серебро. Если у человека есть эта логика и сообразительность, то он тогда в любой ситуации, он поймет, как ему правильно поступить. Он поймет, чтобы его никто не обманул. Он понимает вещь из вещи. И поэтому тот, кто приобрел вот эту логику и сообразительность, а ее можно приобрести тренировкой ума. То, что мы изучаем Мишли, мы как раз и изучаем вот эту логику и сообразительность. Так в начале притчи сказал царь Соломон, чтобы он хочет нам дать вот эту вот логику, сообразительность, чтобы мы научились думать. То есть, для этого мы изучаем. Понятно. Это у нас был какой? 16-й отрывок. Приобрел хохму, божественное знание, лучше, чем отборное золото. Приобрел бину, сообразительность, логику, лучше, чем серебро. Дальше. 17-й отрывок. Месилат Яшарим. Есть такая книга, очень одна, можно сказать, одна из лучших книг о тренировке себя, о том, как перейти на уровень в конце, там, руаха кодыш. То есть, это как такой психологический тренинг в Торе. Называется книга «Месилат Яшарим. Путь праведных». Так вот, если Месила, это такой путь, который, как железная дорога, да? То есть, Месила, как железная дорога прямых, цур-мира. Вот у них, главное, у вот этих вот прямых людей, и вообще, в чем суть, как бы, Торы? Тора, это Бог установил, это добро, это зло, и ты должен идти по жизни, и все время выбирать между добром и злом, и выбирать добро. Вот вся, как бы, идея Торы. То есть, ты идешь-идешь, столкнулся с ситуацией, выбрал добро, бах, красавчик, молодец. Выбрал зло, бах, наказание, там, тебя подучили, ты опять вырулил, опять рулишь-рулишь, как игра такая компьютерная. Потом, бах, ситуация, добро-зло. И, а что такое добро и зло? Добро и зло, это то, что Бог назвал добром, то, что Бог назвал злом. Так, теперь путь прямых, тех, которые вот прямо идут по жизни, да, это сурмира, отодвинуться от зла. Объясняет Малбим, что это нам показано, что есть не эти люди, это как эталоны, знаете, как есть вот демо-версия игры, когда показывают тебе, как это компьютерная игра, как идеально там пройти какую-то дистанцию. Прямые, это те люди, которым Бог, он почему-то у них убрал тягу к злу. Почему убрал? Есть такие люди, то есть они прям реально от природы, прямые, не делают зла, от зла бегут, такие вот, прям есть такие люди. Это как бы идеальный вариант, если ты таким родился. Все остальные должны над этим работать. И тот человек, который преодолел все вот эти вот тягу к злу и сумел делать только добро, такой человек называется цадик. Цадик это тот, кто сработал над собой и преодолел тягу делать неправильные вещи. Теперь простому человеку дальше продолжение этого 18-го отрывка дается совет. Шмор навшо, тот, кто сохраняет свою душу, но цердарко, он сохраняет свой путь. Значит, тут есть дальше, опять же идет разделение. Есть у человека самый главный выбор, это направление, куда ты двигаешься. То есть выбор, причем главный выбор магистральный, он такой. Или быть религиозным, то есть или ты двигаешься к Богу, или ты двигаешься от Бога. То есть это как бы главный принципиальный выбор, выбор пути. Потом, если ты выбрал путь я к Богу, тогда дальше ты выбираешь путь добра или путь зла. Здесь, смотрите, когда ты уже выбрал идти к Богу, там дальше на этом пути есть еще выбор, вот этот между добром и злом. В чем это заключается? Есть в служении Богу, есть два как бы основных пути. Есть путь милосердия, хэсет. Есть путь гвура, да, гвура это один суд. Теперь строгость такая. Теперь есть люди, они выбирают идти к Богу, но выбирают качество идти по нему, качество суда. То есть они такие жесткие к себе, жесткие к другим. Они судят других, судят себя. Они такие скандальные немного, ругаются. То есть он тоже, это выбор, это выбор. Другие люди, они наоборот, да, только добро, любовь, никаких вообще конфликтов, вообще никаких конфликтов, все только добро. Это путь милосердия, хэсет. Вроде бы оба идут к Богу, но идут они как бы по разным дорожкам таким, да? Дальше. Дальше один человек, он более осторожный, и он все время думает, как же мне не ошибиться, как же мне... Третий человек, он такой, как получится, так получится, рубит с плеча, такой эмоциональный, все. То есть у нас у всех есть разные ситуации. Значит, нам все время дает царь Соломон в Мишле, он дает совет. Нет, он говорит, например, ашры аиш мифахет тамит. Счастлив человек, который все время пугает себя, то есть что значит пугает себя? Чтобы быть осторожным. Или он говорит вот здесь, что шмор навшо, то есть тот, кто сохраняет свою душу, и он же сохраняет свой путь. То есть нужно быть осторожным, другими словами, да? Чтобы не согрешить. Или есть там в Мишле тоже такой отрывок, шумер пивы лошано, шумер мицарот навшо. Тот, кто сохраняет свой рот и свой язык, сохраняет от сород, от неприятностей больших свою душу. То есть мы должны быть осторожными. Что значит быть осторожным? Это изучая Тору, знать, где правильно, где неправильно, как надо поступить. То есть и обдумывать свой путь. Но главное все время выбирать, что я иду к Богу, хочу, чтобы все было хорошо, выполнять заповеди Бога, а Бог пусть меня сохраняет. Понятно, да, идея? Теперь дальше. Вот сейчас у нас дальше идет очень вообще такая раскладка. Я нигде не видел такой подробной исследования, что такое гордость, что такое скромность, что такое высокомерие, что такое вот эти все качества и как они влияют на жизнь человека. Давайте сейчас посмотрим. Это 18-й отрывок. Значит, говорит царь, ну вообще Тора нам говорит, до сейчас небольшого предисловия, что есть скромность, а есть гордость. И говорится, что Бог очень любит скромность, потому что про Маше Рабейду Моисея, который был для Бога, то есть через него мы получили Тору. Про него Бог сказал, как высшая похвала, что Маше, она в Миколе Дам, Маше, он скромный, самый скромный всех людей. То есть скромность это похвальное качество, а гордость это там, где есть гордые, там нет Бога, в общем, Бог гордых ломает и так далее. Что за гордость, что за скромность? Значит, здесь нам звучит 18-й отрывок так. Лифней шевер перед скрушением, шевер это крушение, такое сломление, перед крушением гаон. Есть гаон, это слово, вот сейчас мы поймем значение каждого слова. В общем, перед крушением гордость. В элифней тишалон, а перед спотыканием, перед спотыканием, говаруах, высокомерие. Перед спотыканием, высокомерие. Значит, как человек падает? Вначале он идет, 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 вроде нормально идет. Потом он споткнулся, кто-то обратил внимание, что споткнулся, надо идти осторожнее. Кто-то не обратил внимания, идет дальше, еще раз споткнулся, опять не обратил внимания, и третий раз он уже падает и ломает ногу. То есть идет такое понарастающее, да? Теперь вначале споткнулся, а потом сломался. Теперь в высокомерии, в гордости есть тоже стадии. Есть первая стадия, называется высокомерие. Что такое высокомерный человек? Как бы высокомерие, это с одной стороны, как бы оно начинается неплохо, да? То есть говаруах, высокий дух. Это когда человек, он говорит, я достоин большего. Я должен, я могу добиться, я достоин большего. У меня вот такие большие цели. Я, значит, там супер-мега-талантливый человек, и я должен реализовать свой потенциал. Это все начинается безобидно, да? То есть это как бы амбиции можно назвать их, да? То есть, но дальше это все переходит, вот этот вот высокий дух, он называется высокомерие. То есть, как бы слово тоже неплохое, у человека высокие мерки. То есть он высоко меряет себя, высоко меряет другим. Теперь, если это высокомерие, оно подтверждено результатами, то это называется гордость. То есть, если человек, он поставил себе высокую планку, но при этом ничего не делает, то это понятное дело, что это глупое такое высокомерие, ему нечем гордиться, и он ничего не делает. Он просто задрал нос, и почему-то без всяких оснований он себя считает выше, чем другие, и достойным, чтобы его уважали. Хотя у него нет никаких для этого оснований. Это называется говоруах. И написано, вот это высокомерие, оно, значит, лифней тишалон. Оно перед тем, как человек спотыкается. То есть, когда он высокомерный, он начинает постоянно спотыкаться. В отношениях с людьми, в отношениях с собой, иногда даже тоже, если он, ну, посмотрит правде в глаза. То есть, высокомерный человек, он начинает натыкаться, особенно это видно в отношениях с другими людьми, особенно, когда эти другие люди тоже высокомерные. То есть, когда собираются два-три высокомерных, то они, конечно, начинается у них такая прямо заруба, легко переходящая в взаимное оскорбление и конфликт. Теперь, Гаон, это человек, который, который гордый. Гордый, это, у него есть основания, какие-то достижения, там, он богатый, какой-нибудь, там, сильный. Мало бы им так объясняют, богатый, сильный. У него есть достижения, и он становится гордым. Теперь, когда он становится гордым, то следующая стадия, он сломается. То есть, он сломается, почему он сломается? Потому что все в этом мире делает Бог. То есть, человек, он только, он только, как бы, меряется своими отношениями с Богом и выполнением правильных заповедей Торы. По правильному человек должен признавать, что вся слава в мире принадлежит Богу. Все достижения в мире принадлежат Богу. Самые великие люди, как царь Давид, например, он про себя говорил. Кто я, он говорит? Я червяк, а не человек. Вообще, представляете, царь Давид, который захватил тогда весь Ближний Восток, который льва разрывал, там, медведя разрывал, который Голиата победил. Он про себя говорил в псалмах. Кто я, говорит? Я червяк, а не человек. Вообще, вот это я. Авраам Авину, который был великий маг, который правил тогда всем. То есть, куда бы он ни заходил, все видели, что это Божий человек вообще там уникальный был. Он про себя говорил. Маани, он говорит, что я? Что я вообще? Афар Ваэфер, я прах и пепел. Я вообще прах и пепел. Машера Бейну, который был, она, Миколь Адам, самый скромный из людей. Скромность, это обратное качество от гордости. То есть, гордый, у него есть достижения, и он говорит, это я сделал. А Нав скромный, у него есть достижения, и он говорит про себя, это не я, это Бог мне все дал. Так вот, Машера Бейну, он вообще про себя говорил, вы нахну, нас вообще нет, он говорит, кто мы, вообще меня нет. То есть, все делает Бог, я просто проводник. Гаон, это когда человека называют другие люди Гаоном, то этим они подтверждают, что у него есть достижения. То есть, Гаон, это вообще переводится гениальный, да. Но когда сам человек про себя говорит Гаон, это он гордец. А когда про него говорят Гаон, то это так можно. Виленский Гаон, это виленский гений. Ну, дословно переводится гений. Теперь, здесь Гаон, это язык же все-таки Танаха, и в Танахе это гордость. А Гаона назвали как гений уже, да. Теперь смотрите еще раз, давайте разберемся. Есть гордость, это когда у человека есть достижения, и есть скромность, это когда у человека есть достижения, но он ими не гордится, а говорит, что все от Бога. Есть высокомерие, это когда человек завышает свои оценки себя и своих возможностей без оснований для этого. Это высокомерие, там самоуверенность, высокомерие. Есть обратное качество, когда человек, называется это шфаль руах на иврите, он смиренный духом. Он смиренным духом, он не парится. Теперь смиренный духом и высокомерие, это очень пограничные такие, это полутона, это серые два состояния, да. Потому что высокомерие, которое двигает человека вперед, написано ваикба, алибам, бедарке, ашем. То есть нужно поднять свои сердца, например, каждое утро себя спрашивать, когда достигнут мои дела, дел про отцов. То есть это еще не плохое качество, когда человек, он говорит, у меня высокая мерка. Оно становится плохим, когда он это начинает выражать как пренебрежение к другим людям. То есть если он высокомерен по отношению к себе, поставил себе высокую планку, поднял стандарты, это неплохо. Если он это выражает и считает, что это правда, что это факт, он становится ваикба, алибам, то есть он как бы под ним закрепляет это в своем сердце, он думает, что это правда. Это не мера высокая, а это он прям думает, поверил в то, что это правда. Тогда это уже становится плохим, то есть вот тут и такое серое качество. Гордость, это когда человек говорит, я вообще там супер-мега-красавчик, это самое плохое. И анова, анова скромность, когда у него есть все эти качества, есть чем гордиться, и он при этом все привязывает к Богу. Это самое лучшее качество, понятно, да, такая как шкала. Теперь нам объясняется здесь в этом отрывке, что когда человек высокомерный, то у него будут спотыкания. Он будет спотыкаться все время, то есть ему будет жизнь, мир, другие люди показывать, что у него нет оснований быть высокомерным. Теперь, если он гордец такой, то его Бог сломает. То есть там до этого у нас было, тоже мы учили, что он реально сломается, потому что всех гордецов Бог ломал вот так вот, как спичечки, включая самых там Саддам Хусейн из последних, да, которого повесили, который был просто там золотые дворцы себе строил, там все, он что-то себе не делал, да, все, нету Саддама Хусейна, был, повесили его, как это самое. Понятно, да? Теперь, ну и следующий отрывок, Ютед, это продолжение, 19 отрывок продолжения предыдущего, он говорит, что лучше смиренный духом, которое идет, смирение духа идет из скромности, да, то есть смирение духом, когда человек себя смиряет, потому что у него есть достижения, но он их именно перебивает, да, потому что смирение духом, если у человека нечем гордиться, то это просто фактическая реальность, да, то есть это не является скромностью. Если человек, он фактически оценивает себя, я ничего не делаю, я там, ну и так далее, он себя оценил как-то, да, это не называется смиренный духом, он себя не смирил, он посмотрел правде в глаза. Если у него есть чем гордиться, да, у него есть какие-то достижения и так далее, он говорит, это все ничего, да, то есть это все повезло, Бог дал, значит, ну так получилось. Если посмотреть, сколько я сделал и сколько мог бы сделать, так это все равно ничего не значит и так далее. Это тогда очень похвальное качество, человек смотрит правде в глаза и Бог его поэтому все время поднимает, он ему дает поэтому все время такое удачу, успех. И 19 отрывок, чтобы закончить, что значит лучше смирение, которое идет от скромности, чем разделять добычу с гордецами. То есть когда ты попадаешь в компанию гордецов, что такое компания гордецов? Если послушать и посмотреть, как люди живут, то это называется ярмарка тщеславия. Ярмарка тщеславия. То есть большую часть времени человек занимается тем, что он хочет выделиться среди других людей себе подобных, получить больше признания, больше славы, больше каких-то почестей, больше удовольствий. И это все, ну так устроен современный мир. Как я не помню, кто сказал, что, говорит, люди отдают свою жизнь для того, чтобы приобретать вещи, для того, чтобы произвести впечатление на тех людей, которые их все равно не оценят, и все равно будут стараться их победить и так далее. Зависть, вожделение, стремление к почету, это три вещи, которые человека забирают из этого мира, уничтожают, убивают его. Ну то есть, ну мир построен именно так, да, ярмарка тщеславия, современные все соцсети и так далее, они как раз на этом сработали, что каждый человек, он хочет, чтобы на него смотрели, чтобы его оценивали, вот эти все лайки, поделились и так далее. Я не исключение, то есть, это прошивка в человеке, это как бы прошитое, это все то, что называется ецарара, злое начало в человеке, и тот, кто идет у него на поводу, то это путь в пропасть. Тот, кто в этом разобрался и старается победить вот эту свою животную часть и перейти на путь Торы, да, этот человек называется цадик, он старается и с Божьей помощью, что у него будет все хорошо, и очень красиво Игорь, по-моему, сделал такую картиночку, прям реально очень хорошая. Хорошо, друзья, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем уже, Дмитрий Тим только пришел, а мы уже заканчиваем наш сегодня 122 урок, прошли мы до 16 глава, до 19 отрывка, значит, здесь сделать вывод, какой можно сделать вывод. Первое, что это важнейший для меня был вывод, что логика и сообразительность лучше серебра, и правильные установки, правильные аксиомы, то есть, правильная система координат лучше, чем золото, то есть, человек должен себе в голову прям внедрить принципы, правила, Торы, это установки, то есть, это хорошо, это плохо, и сообразительность уметь этим всем пользоваться. И второе, то, что я понял, что гордость и высокомерие, это путь к спотыканию и к слому, а значит, скромность и смирение духом, это путь к счастью, к успеху, к... Что значит успеху, да? То есть, успех не внешний, а успех внутренний, когда ты чувствуешь себя хорошо. Все, я вам желаю, чтобы у вас внутри было счастье, радость, любовь, гармония, уравновешенность, чтобы вы были независимы от людей, от их мнений, от того, что они скажут, от того, как они вас оценят, чтобы у вас была... Ваша радость была связана только с вами, с Богом, с Торой и внутренний мир, чтобы он был чистый и сияющий такой, да? Как вот эти сердечки, которые летают. Все, удачи, успехов и до завтра. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Очень важно, выводы, и потом эти выводы закрепить, чтобы они вас вели. Это как раз вот эти установки, ради которых мы изучаем Тору. Все, счастливого, удачи!